Здравствуйте! Вы смотрите ОТВ. Меня зовут Евгения Августина и у меня есть тема для интересного разговора. Съемочной группе нашей программы надоело сидеть на месте. Мы решили составить компанию членом общественной палаты Одинцовского района и отправились вместе с ними в автомотопробег по памятным местам Ершовского поселения. Савино-Старожевский монастырь Это стартовая точка автомотопробега общественной палаты. Кажется, сама природа поддержала идею организаторов и подарила жителям Подмосковья теплый солнечный день. Это особенно ценно, когда ездить приходится без крыши. Хотя представители клуба кабриолетчиков говорят, что погодные условия для них роли не играют. Если что-то запланировали, то обязательно сделают. Весна вновь идет по планете, а солнце стремится в зенит. Гвоздики несем на рассвете, с поклоном кладем на гранит. Горит огонечек, не тая, как память о павших бойцах. Мы дату 9 мая храним незабвенно в сердцах. Не только молодежь решил ударить автопробегом по Иванам, не помнящим родства. Представители ветеранских организаций кабриолетом предпочли комфортный автобус. Прокатились, может быть, и без весеннего ветерка, зато с живой музыкой. Хотят нерусские войны, спросите вы тишины. Над шерью важны полей, и у березных пополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят нерусские, хотят нерусские, хотят нерусские войны. Пока водители кабриолетов и участники автопробега с крышей обсуждали маршрут, дети войны делились своими воспоминаниями с детьми современными. У Ларисы Ильиничной Николаевой золотые руки. Даже в свои 92 года она умудряется вязать без очков, а ее работы занимают призовые места на конкурсах мастериц. Но тогда, в страшные военные годы, ей, 16-летней девушке, было не до этого. Завод 1905 года. Это вагонно-ремонтный завод, но там во время войны были цеха, которые выпускали продукцию для войны. Еще не было 16 лет, а уже работала контролером. Делали мины. Здесь, у стен Савина Старожевского монастыря, оказались совершенно разные люди. Представители ветеранских организаций, общественники, кабриолетчики, мотоциклисты, родители с детьми. Были и те, кто увидел происходящее случайно, но не смог пройти мимо. Отец Лидии Воскресенской сам когда-то участвовал в автопробегах, посвященных Великой Победе. На фронт мужчина призван не был по состоянию здоровья, но и оставшись дома в Звенигороде, внес свой вклад в разгром фашистов под Москвой. Задержали немецких шпионов. Остановили машину М-ку для проверки документов. Мужчина и женщина в форме советских офицеров. В документах были какие-то неточности. Командир патруля скомандовал. Значит, Воскресенский, тревога, разбил лобовое стекло. Подняли багажник. Там взрывчатка, чтобы уничтожить Звенигородский водозаборный узел, Звенигородский хлебозавод, чтобы город посеять панику. Автомотопробег общественной палаты Одинцовского района стартовал. Первая остановка на его маршруте – памятный знак рубеж 41-го года. Здесь в ноябре-декабре бойцы 144-й стрелковой дивизии, которая входила в состав 5-й армии Западного фронта, подарили первую робкую надежду гражданам Советского Союза. Немецко-фашистские захватчики на Звенигородском направлении терпели одно поражение за другим и были вынуждены отступать. Многим красноармейцам, воевавшим здесь, было не суждено увидеть победный май 45-го. Но они сделали все возможное, чтобы приблизить этот день. Это как бы рубеж 41-го года. Это те точки, где у нас остановили приход немцев и очень много людей погибло. Здесь земля, которая действительно наполнена памятью, кровью и болью наших солдат, которые воевали. В изложении цветов, фото на память и можно отправляться дальше. Вторая остановка автопробега – деревня Иглова. До братской могилы, расположенной в населенном пункте, добрались, может, и не очень быстро, но с ветерком. Колонна идет ровно, все слушают патриотические песни. Погода у нас сегодня просто шикарная. Нас радует, потому что были и дожди, и все. Так что все очень замечательно. Когда-то Иглово и окрестные села входили в состав Звенигородского уезда. Одинцовский район на административных картах Подмосковья появился позже. Спустя 77 лет после начала войны трудно представить, что здесь так близко к Москве шли бои. Были почти полностью сожжены. Ершова, Дяденького серьезно пострадали Коринска, Андреевска и многие другие. У памяти и гордости нет территорий. И то, что мы сегодня здесь с детьми, с волонтерами, это говорит о том, что мы отдаем свой долг, который должен отдавать каждый. Потому что память, она в нашем сердце. И благодаря тому, что сегодня мы, наши дети, живы, это только благодаря этим людям, кто лежит в земле. 12 кабриолетов, один автобус и несколько десятков других автомобилей разных марок и производителей. Автопробег получился масштабный. Впрочем, это не первый опыт общественной палаты Одинцовского района по проведению патриотических мероприятий ко Дню Победы. По памятным местам общественники уже ездили на квадроциклах и велосипедах. В этом году пришел черед кабриолетов. Кабриолеты – это все-таки машины Победы. Все маршалы наши встречают победу солдат и парады именно на Кабриолетах. Ветераны, увидев молодых, то есть если вы поспрашиваете у людей, которые ветераны, они очень рады тому, что молодые люди, которые все считают немножечко не настолько патриотичными, что они приехали и участвуют в этом мероприятии с такой душой. Сейчас Хаустово – тихое дачное место. Официально, по данным последней переписи, здесь проживают 52 человека. До войны жителей было в несколько раз больше. Ваня Фичин приехал в деревню из Калужской области к родственникам, работал пастухом, пока не пришли фашисты. С того момента, как эта территория была оккупирована фашистами, ушел партизанский отряд, комиссаром которого был Солнцев Сергей Иванович. Отряд размещался в районе озера Глубокое. Неоднократно юному герою удавалось выполнять боевые задания партизан. Однажды, уже возвращаясь с выполненным поручением, Ваня увидел, что здесь, в деревне, во дворе из одного домов, стоит запряженная лошадь, телега которой наполнена вещами местных жителей. Он не смог пройти мимо и решил перерезать подпруги, лошади, чтобы фашисты не смогли вывезти награбленное. За этим занятием его и поймали. Мальчика очень долго и жестоко допрашивали, пытаясь узнать точное нахождение партизанских землянок. Ваня молчал на протяжении всего допроса. Единственная фраза, которая прозвучала из его уст. «Ничего я вам не скажу, гады вы проклятые». Погиб Ваня от удара прикладом винтовки в висок. Ему было 16 лет. Фашисты настолько были злы на юношу, что не давали местным жителям предать земле его тело. Захоронить юного героя удалось только после того, как деревня была освобождена. Смелые, не сломленные, не покоренные. В каждой российской семье свои герои Великой Отечественной. Помнить об их подвигах – это то немногое, что мы можем сейчас сделать для них. Такие мероприятия, они в первую очередь направлены на то, чтобы помнили и знали о том, что Россия – это великий народ. И то, что была такая трагедия, такая война – это память, которая остается в каждом человеке, в каждой семье. Молодежь помнит, конечно, да, но, знаете, если не повторять и не закреплять, то память, она стирается, да. Поэтому такие акции обязательно нужно проводить. Село Каринское в 1941 году было захвачено немцами. Удержать позиции фашисты не смогли. 16 декабря солдаты 5-й армии освободили населенный пункт. Из 60 домов уцелело 6. На фронт ушли 70 местных жителей, вернулись только 10. Здесь, на мемориале, выбиты их имена. И имена бойцов 144-й стрелковой дивизии, погибших в боях под Москвой. Автопробег почти завершен, но перед отправлением на финишную точку в Аксиньино напутственные слова от тех, кто своими глазами видел Великую Отечественную. Тем, кто никогда не должен повторить их судьбу. Мы вам передаем эстафету, свою родину. Что значит родина? Это широкие поля, бескрайние леса и реки голубые. Это наше богатство. Вы должны его беречь. И ни в коем случае не позволить никому взять пять нашей земли. За пару часов участники автопробега Общественной палаты Одинцовского района проехали 40 километров. Посетили несколько памятных мест Ершовского поселения. Правда, усталости не почувствовал никто. А самые взрослые участники акции под звуки гармонии, песни военных лет решили еще и потанцевать. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здесь, в районе села Оксиньи на зиму и 41-го года решалась судьба столицы. Здесь немцы потерпели первое крупное поражение в Великой Отечественной войне. Это финишная точка автопробега, организованного Общественной палатой Одинцовского района. На сегодня у меня все. Но впереди еще много тем для интересных разговоров. Увидимся на канале ОТВ. До новых встреч. Пока-пока.